У меня сын Крылов Андрей Вячеславович, работал в МЧС, работал он там, отслужил, вернее, 25 лет. В 16-м году поставили ему этот осенью диагноз, онкологию, а в 17-м году, 24-го июля, он умер уже. Так нам объяснили там же в МЧС, что в течение года, если сотрудник умирает, как ушел он на пенсию, то ему обязаны выплатить страховые компенсации, которые он отчисления делал за все свои 25 лет, а их не хотят нам выплачивать. В Москве вроде бы там отписались от нас, что нет скрытия, а на основании биопсии они не хотят выплачивать на компенсацию. Вот пойдем в суд, потому что у меня была надежда на то, что у меня есть сын, что будет поддержка в старости. Муж у меня умер 10 лет назад, а пенсия у меня очень маленькая. Семье умершего Андрея Крылова полагается единовременное пособие в размере 3-х миллионов рублей в равных долях. Судя по представленным документам, МЧС России нарушает нормы федерального законодательства и уклоняется от выплаты данных пособий. Данные действия являются незаконными, и Любовь Крылова имеет право обратиться в суд с исковым заявлением. В случае принятия решения в ее пользу, МЧС России будет обязана выплатить единовременные пособия, а также компенсацию морального вреда и понесенные затраты на услуги представителей. Такая ситуация меня заставляет заниматься не тем, что мне свойственно для меня – нанимать юристов, платить юристам, изучать законы. Мне это неприятно, я не хочу этим заниматься, но меня нуждает это. Продолжение следует...